МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не течет, а отпотевает. Чашу нового бассейна спорткомплекса имени 203 Севастополь обещают доработать. Власти заключили контракт на проектирование реконструкции стены на улице Атмирала Октябрьского. В Севастопольском государственном университете проводят всероссийский образовательный форум «Георгиевская лента» как связующая нить поколений. Обновленный спектакль «Танцуй со мной» и представят севастопольской публике. Чашу нового бассейна в спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя обещают подлечить. Такое заявление сделал исполняющий обязанности вице-губернатора города Павел Иена. Он посетил строящийся объект, лично осмотрел новый бассейн и признал наличие подтеков чаши. Правда, по его словам, проступающая в подвале влага – явление обычное. В распоряжении подрядчика есть и технологии, и материалы, чтобы проблему устранить. Эти любительские кадры облетели севастопольские соцсети. По чаши строящегося бассейна спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя «Проступила влага». Комментаторы задались вопросом – строящееся сооружение дало течь? Вскоре появилось другое видео с опровержением. На нем демонстрируется заполненный водой бассейн и сухой потолок подвала. В описании к видео граждан призывают не поддаваться на провокации. Чаша бассейна не лопнула и не протекает. По всей видимости, кадры с опровержением не развеяли все слухи, и на строящийся объект в середине недели приехал исполняющий обязанности вице-губернатора Павела Иена. Спустившись в подвал, чиновник показал журналистам, как обстоят дела с чашей бассейна. Правда, как водится, где-то посередине. Потолок на цокольном этаже все же мокрый, но это не масштабная протечка. Есть отпотевание – это возможно при производстве работ. Оно лечится метаном иницирования. То есть скрывается этот шов, и специальным составом под давлением вовнутрь вводится специальный состав, который изнутри проникает бетон, и его фактически закрывают. Общаясь с представителями СМИ, Павел Иена рассказал, что в прошлом году с чашей бассейна случилась беда. Она раскрылась и дала течь. Но сейчас все недочеты удалось устранить. На сегодняшний день у нас проблем с чашей нет. Уже на протяжении двух недель вода стоит в бассейне, вода не уходит. Есть небольшие точечные отпотевания по самой чаше бассейна, в узких местах, где было ранее раскрытие. Мы согласовали технологию с стройконтролем и методом инъекцирования. Вот эти больные места лечим. Такое случается, в этом ничего страшного нет. Есть определенные смеси, есть определенная технология, которая позволяет вот такие точечные моменты лечить. Потому что чашу одновременно вылить без непрерывного технологического процесса с таким количеством объема бетона очень проблемно. Это раз. И второе, все-таки у нас было раскрытие, которое оставило определенные последствия. В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 90%. По словам вице-губернатора, проблема с мокрым потолком и стенами под чашей бассейна будет устранена в течение месяца. А всему виной ошибки в проектной документации. Главная особенность нового бассейна – это вышка для прыжков в воду. Примечательно, что в проекте 2017 года изначально этого сооружения не было. Соответственно, здесь у нас самое глубокое место в бассейне – порядка 6 метров глубины. Но и год назад именно в этом месте произошло раскрытие чаши бассейна. Осматривая объект, Павел Йена показал журналистам практически полностью готовый малый бассейн. На главной же чаше в основном идут отделочные работы. Строители укладывают плитку. На сегодняшний день подрядчик приступил к отделочным работам. Заказано все технологическое оборудование и отделка самой чаши бассейна. Мы ожидаем, что в июле месяца у нас приедет все необходимое оборудование и отделочный материал. И в сентябре мы выйдем к сдаче объекта. Если все пойдет по плану и не случится очередной форс-мажор, в сентябре состоится официальная сдача объекта со стороны подрядчика, компании «Асгард», заказчику, правительству Севастополя. Затем в течение месяца комплекс передадут в оперативное ведение управлению по делам молодежи и спорта. Полноценно работать бассейн начнет в конце года. Этого события ждут и спортсмены, и рядовые жители Севастополя. Сам бассейн полноценный по всем стандартам и для прыжков в воду, проведения соревнований любого уровня, и, соответственно, для проведения соревнований по водному полу. Поэтому будем... Я уверен, что он загрузится на 100%, вот прям на 100%. И в этих 100% будем стараться удовлетворить всех, чтобы каждая категория, в том числе и жители города Севастополя, для посещения этого бассейна имела возможность его использовать. Напомним, реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя началась более трех лет назад. За это время удалось дать лишь стадион с легкоатлетическим ядром. А общая стоимость работ к сегодняшнему дню приблизилась к 2,5 миллиардам рублей. Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Проектом реконструкции подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского будет заниматься московская компания Миртекс, которой власти Севастополя уже подписали контракт. Такая информация содержится на сайте госзакупок, с которой ознакомились наши коллеги из интернет-портала Форпост. Согласно документу, разработать проект исполнитель должен до конца текущего года. Сумма контракта – порядка 10 миллионов рублей, выделенные из бюджета Москвы. Однако часть работ на объекте планируют начать уже в ближайшее время. Об этом Форпост рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иена. Как мы обсудили с Евгением Сергеевичем Горловым, будет разработана проектная документация по комплексному ремонту стенки. Но параллельно сейчас они должны выполнить усиление, чтобы избежать подвижки этой стены, стабилизировать ее до того момента, когда приступят к основным работам. Павел Иена добавил, что ремонт подпорной стены может привести к проблемам, связанным с автомобильным трафиком. А это, безусловно, одна из важнейших магистралей города. При необходимости на участке улицы Адмирала Октябрьского могут временно запустить реверсивное движение. При этом объезд через улицу Капитанскую организовать не получится. Там продолжается строительство культурного кластера. Предыдущий ремонт лестницы, ведущий к площади Восставших, закончился в 2019-м. Однако уже в этом году между ступенями и стеной над дорогой появилась серьезная трещина. В целях безопасности проход вдоль аварийного участка был закрыт. Неделю назад власти города поднимали вопрос ограничения движения транспорта на отрезке дороги, прилегающей к зоне будущих работ. Сенатор Сергей Колбин провел личный прием граждан на площадке регионального отделения партии «Единая Россия». В Совете Федерации он является членом комитета по обороне и безопасности, а потому в основном к нему шли севастопольцы с проблемами, касающимися участников спецоперации и их семей. Не обошлось и без обращений горожан с просьбой помочь в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Севастопольцы пришли на прием к сенатору, рассчитывая на помощь в решении проблем, с которыми уже долгое время безрезультатно борются. Большинство обращений от участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Родные и близкие тех, кто сейчас защищает интересы нашей Родины, часто сталкиваются с мошенничеством, трудностями с получением земельных участков и полагающихся выплат. Вчера проводили встречу с военным прокурором, всплыла проблема, что некоторые люди заключали просто договора с СИНом, минуя военкомат, минуя вопросы, связанные с мобилизацией и как добровольцы уходили на фронт. Сейчас эти люди возвращаются и определенные категории не попадают под те законы о социальной помощи участникам специальной военной операции. Они вопросы задают, а людям ни карточки не были оформлены, ни счета в банках, ни зарплаты не получали никакие. Но тем не менее отстаивали интересы российского государства, интересы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, то есть защищали русский мир. Также от граждан поступило предложение усовершенствовать подарки новорожденным в родильных домах Севастополя, сделав их идентичными по составу со столичными. Мы договорились, что они предоставят нам состав, то, что они хотят изменить, сделать лучше. Мы не против севастопольца, я в этом точно уверен. Но я также уверен, что правительство города Севастополя, губернаторы исходили из тех возможностей, которые существуют у города на сегодняшний момент. Поэтому, если есть люди, которые готовы подключиться и помочь, то мы обязательно эту ситуацию профильтруем, изучим, проанализируем и обратимся в соответствующие компетентные органы. Севастопольцы также выразили возмущение строительством рядом с пляжем в угольной бухте, в районе Ушаковой балки. По их словам, вот уже полтора года работы ведутся в том числе в ночное время и в праздничные дни. Местные жители обеспокоены, что неконтролируемое строительство на склоне может привести к оползню. Говорят, в их домах уже пошли трещины. Недавно этот вопрос жители города подняли на общественном совете в департаменте архитектуры и градостроительства. Почему у нас стройка идет днем и ночью, не взяла вообще на какие-либо законы Российской Федерации, которые не позволяют шуметь у граждан. Департамент архитектуры сказал, что он не в курсе, что там строится. Он не знает, не слышал. И, в общем, никаких сведений у него на этот счет нет. И нам бы очень хотелось понять, что... Вам дал ответ официально? Нет, это был неофициальный ответ. Я просто член общественного совета приедет в департаменте архитектуры, поэтому у меня есть возможность... Даже вы не смогли узнать? Даже я не смогла. Информацию по строительству на склоне в районе Ушаковой балки Сергей Колбин пообещал перепроверить и помочь гражданам обратиться в компетентные органы. Жанна Тарасова, Севинформбюро. В Севастопольском государственном университете проходит Всероссийский образовательный форум «Георгиевская лента как связующая нить поколений». В роли организатора большой конференции выступило региональное отделение Ассамблей народов России при поддержке Департамента внутренней политики правительства Севастополя. Участники обсудят вопросы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Среди главных задач форума – формирование патриотизма и реализация целей по созданию единого образовательного пространства Севастополя, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Участие в работе конференции принимают представители общественности, педагогические работники, методисты, занимающиеся вопросами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания из разных регионов страны, в том числе представляющие новые субъекты Российской Федерации. И мы очень гордимся тем, что именно здесь, в этом месте мы адресуем молодежи тот завет, посыл, который позволит нам консолидировать наше общество для достижения одной и самой главной цели – это объединение нашей страны, защита ее границ, защита ее идеологии. В рамках форума проводятся научно-практические и образовательные конференции, в том числе проектных и исследовательских работ учащихся. Выставка «Секунды, ведущие к победе», посвященная вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также авторская экскурсионная программа «Севастополь – патриотическая столица. От Руси к России». По темам заявлены глубокие доклады, на мой взгляд, потому что видно, что даже в названиях взгляд в корень, не просто поверхностный, а люди, основанные на практической деятельности, предложили те темы для докладов, которые предстоит обсудить. Кроме того, к участию в форуме приглашены победители, призеры и лауреаты конкурсов методических разработок сотрудников сферы образования и общественности. «Сама тематика и название форума, она очень символична. Почему? Потому что Георгиевская лента – это память наших подвигов отцов, дедов, героических сражений. Был период в моей жизни, когда и мы несли ответственность за Георгиевскую ленту и даже принимали такие жесткие боестолкновения в свое время на Киевском Майдане. Но это наша история, переписать мы ее никому не позволим, не дадим. Это память о наших предках и, конечно же, это связь поколений». По результатам работы Всероссийского образовательного форума «Георгиевская лента как связующая нить поколений» будет принята резолюция, призывающая к решению поставленных во время его проведения проблем. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. Обновленный спектакль «Танцуй со мной» представят севастопольской публике. Увлекательные истории, которые случаются с главными героями в поездках на гастроли, культуру народов мира и романтика. Все это можно будет увидеть в ближайшие дни. Премьера в Севастопольском театре танца имени Вадима Елизарова. В зале Севастопольского театра имени Вадима Елизарова кипит рабочий процесс. Артисты старательно репетируют номера обновленного спектакля «Танцуй со мной». За годы своего существования труппа выступала во многих странах мира и, естественно, накопила немало воспоминаний. Конечно, тема путешествия по странам, она близка нам как к театру, потому что театр без гастролей никуда. Но и тема семей, которые образуются в нашем театре, она тоже у нас на первом месте, потому что количество семей огромное. Дети рождаются в этих семьях, они растут прямо здесь у нас в театре. И все вместе вот это вот путешествие, не знаю, семейные ценности, дети, и все это вот, скажем так, родило вот такой спектакль, как «Танцуй со мной». В спектакле участвует дочь директора Севастопольского театра танца Ева Елизарова. Я исполняю роль дочки, которая пытается помирить своих родителей с помощью их воспоминаний. «Танцуй со мной» – это история о приключениях, любви, расставаниях и взаимовыручке в сложных ситуациях. Теперь ее расскажут по-новому. Команда театра танца переработала спектакль, сделав его еще более ярким и современным. А некоторые костюмы и номера изменились до неузнаваемости. Главные изменения произошли кардинально и в постановочном процессе, и костюмы поменялись. Мы добавили новые вокальные, инструментальные мелодии, которые были записаны специально для этого спектакля. Мы подошли совершенно кардинально с другой стороны, более осмысленно, более трогательно и чувственно, чтобы понятно было в первую очередь, что семья – это самое ценное. Несмотря на все, что происходит в нашей жизни, семья – это самое главное. Зрители смогут стать свидетелями реальных историй из жизни коллектива, познакомиться с культурой и традициями разных народов мира. Вспоминая то, как мы были на гастролях, вот эту аутентичность каждого народа, они уникальны по-своему. И хотелось бы, конечно, максимально передать зрителю, окунуть в эту атмосферу, передать вот эти эмоции, которые мы испытывали, когда выходишь на сцену перед другим народом, совершенно с другим менталитетом. А потом смотришь на следующий день то, как они двигаются, то, как они танцуют. Вот эта коллаборация, вот этот обмен опытом – это невероятно. И, собственно, это мы хотим передать и зрителю нашему. Первые показы спектакля «Танцуй со мной» пройдут в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Елизарова 14, 15 и 18 июля. По факту взрыва в одном из жилых дворов в Феодосии возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером в среду 12 июля. Недалеко от седьмого подъезда многоквартирного дома на улице Земской, 18, детонировало взрывное устройство, установленное на мопед. Ранение получили две женщины в возрасте 61 и 85 лет. Обе доставлены в больницу. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Его расследованием займется главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливаются владелец транспортного средства, лица, причастные к преступлениям, мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедших. Одну из версий выдвинул крымский блогер и общественник Александр Талипов. В своем телеграм-канале он написал, что взрыв произошел во дворе, где он сам проживает, а накануне его персональные данные были опубликованы на некоторых украинских интернет-ресурсах. Взрыв мопеда Талипов рассматривает как вариант покушения на себя. Основная причина, которую выдвигает блогер, месть за активную гражданскую позицию и поддержку спецоперации. В состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800. Торжественная церемония состоялась в Керчи на судостроителем заводе «Залив» имени Бутомы в среду 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Прием корабля прошел под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, который высоко оценил работу керченских кораблестроителей и выручил наиболее отличившимся медали адмирал флота Советского Союза «Горшков». Также главком передал Андреевский флаг командиру корабля. С сердцами и золотыми руками заводчан получил этот корабль. Огромное вам за это спасибо. Вот, сейчас обстановка очень непростая. Вот, нам ставят ультиматумы, пытаются принудить продолжение этой черноморской сделки. Поэтому для того, чтобы обеспечивать интересы государства на Черном море нужна группировка ракетных кораблей. Кроме того, он отметил, что другой малый ракетный корабль «Аскольд», построенный на том же судостроительном заводе в Керче, что и «Циклон», нужно сдать не в сентябре, как планировалось, а в августе. На торжественном собрании также присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководство самого завода. В России два союзника – армия и флот. Сегодня флот пополнился очередной боевой единицей, который, уверен, достойно выполнит поставленные задачи. Достойный экипаж, достойная техника. Поэтому все будет по-нашему. Никакие барьеры, никакие блокады ничего не помогут сделать против нас, сто процентов. Нас ждет успех. Без вариантов мы победим. Поэтому спасибо вам, друзья. Спасибо за большой вклад в общее дело. Спасибо. Я хочу сказать, что этот корабль за четверть века построен по полному циклу. То есть зашел лист металла, частичное оборудование, потом основное оборудование. И уже мы с вами видим уже баноценную боевую единицу – малый ракетный корабль проекта 22800. Спасибо и проектанту, спасибо всему коллективу завода. Все мы трудились, все видим результат. Нужно продолжать его и приумножать. Я поздравляю вас всех с этим знаменательным событием. Малый ракетный корабль «Циклон» был спущен на воду 24 июля 2020 года. Экипаж успешно провел морские испытания. В Севастополь впервые зашел в декабре 2021-го. Военное судно предназначено для охраны и защиты экономической зоны страны, а также для ведения боевых действий в непосредственной близости от береговой зоны. Кроме того, корабль оснащен современным ракетным комплексом, что позволяет ему справляться с серьезными боевыми задачами – наносить удары высокоточным крылатыми ракетами на расстояние до 2500 км по наземным и до 300 км по морским целям. Скорость хода – около 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль. В состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800. Торжественная церемония состоялась в Керчи на судостроителном заводе «Залив» имени Бутомы в среду 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Прием корабля прошел под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, который высоко оценил работу керченских кораблестроителей и выручил наиболее отличившимся медали адмирал флота Советского Союза «Горшков». Также главком передал Андреевский флаг командиру корабля. Сердцами и золотыми руками заводчан получил этот корабль. Огромное вам за это спасибо. Сейчас обстановка очень непростая. Нам ставят ультиматумы, пытаются принудить продолжение этой черноморской сделки. Поэтому для того, чтобы обеспечивать интересы государства, на Черном море нужна группировка ракетных кораблей. Кроме того, он отметил, что другой малый ракетный корабль «Аскольд», построенный на том же судостроительном заводе в Керче, что и циклон, нужно сдать не в сентябре, как планировалось, а в августе. На торжественном собрании также присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководство самого завода. В России два союзника, армия и флот. Сегодня флот пополнился очередной боевой единицей, который уверен, достойно выполнит поставленные задачи. Достойный экипаж, достойная техника. Поэтому все будет по-нашему. Никакие барьеры, никакие блокады ничего не помогут сделать против нас. Сто процентов нас ждет успех. Без вариантов мы победим. Поэтому спасибо вам, друзья. Спасибо за большой вклад в общее дело. Спасибо. Я хочу сказать, что этот корабль за четверть века построен по полному циклу. То есть зашел лист металла, частичное оборудование, потом основное оборудование. И уже мы с вами видим уже баноценную боевую единицу. Малый ракетный корабль проекта 22800. Спасибо и проектанту, спасибо всему коллективу завода. Все мы трудились, все видим результат. Нужно продолжать его и приумножать. Я поздравляю вас всех с этим знаменательным событием. Малый ракетный корабль «Циклон» был спущен на воду 24 июля 2020 года. Экипаж успешно провел морские испытания. В Севастополь впервые зашел в декабре 2021-го. Военное судно предназначено для охраны и защиты экономической зоны страны, а также для ведения боевых действий в непосредственной близости от береговой зоны. Кроме того, корабль оснащен современным ракетным комплексом, что позволяет ему справляться с серьезными боевыми задачами – наносить удары высокоточным крылатыми ракетами на расстояние до 2500 км по наземным и до 300 км по морским целям. Скорость хода – около 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу 14 июня в городе будет переменная облачность без осадков. Ветер южный – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – 28-30 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 13 детей, 8 мальчиков и 5 девочек. А на сегодня это все. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный – плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждите новостей и хорошего вам завершения рабочей недели.